Всем привет, ребята, с вами Сапфи, и сегодня я расскажу, как нам уменьшить расход батареи на вашем айфоне, ну хотя бы на процентах 10-15. Ясное дело, что мы не сможем это сделать в два раза больше, ну потому что айфон все-таки ресурсоемка устройства, в принципе, это компьютер, который выполняет в одну секунду очень много вычислительных уравнений. Мне не удалось решить одно из уравнений в процессе программирования матрицы. Но большая просьба досмотреть проект до конца, потому что там будет в конце еще и такие лайфхаки, которые тоже помогут экономию вашей батареи. Итак, ребят, для начала мы зайдем в настройки, в принципе, у нас сегодня вся работа будет происходить именно здесь. Чуть ниже проматываем и заходим в конфиденциальность. Здесь выбираем самое первое, это служба геолокации, и вот здесь мы проведем тоже достаточно много времени, потому что здесь есть что настроить. В принципе, можно всего этого избежать, просто выключив первым делом это служба геолокации, но почему я этого не делаю, потому что есть вещи, которые, возможно, вам понадобятся. Но если вы этим вообще не пользуетесь, то отключайте и действительно, ну, процентов 5-10, я думаю, себя на телефон сохраните. Итак, ребята, что нужно для этого сделать, если вы все-таки решили это все оставить? Мы первым делом выберем поделиться геопозицией. Отключаем весь галочку поделиться геопозицией. Для чего это нужно? За случай, если у вас есть еще друзья, у которых тоже есть айфон, что он тоже с большей вероятностью, они могут видеть, где вы находитесь. То есть айфон через какой-то промежуток времени будет пересылать на свои серверы в ваше местоположение, чтобы потом ваши друзья могли обнаружить, где вы на карте находитесь. В принципе, эту функцию можете отключить, и это достаточно сильно сэкономит вам батарейку. Далее, ребята, чуть ниже здесь есть приложение, которое тоже пользуется GPS-функцией. У меня, в принципе, здесь все в порядке, но я уверен, что у большинства из вас есть функции, которые, в принципе, включены, даже там, где они не нужны. Смотрите, вот в диктофоне, у некоторых они включены. Мы выбираем именно здесь вариант «никогда». Допустим, в диктофоне я не верю, что кому-то нужно будет именно запоминать еще и местоположение. Поэтому здесь выключаем. То же самое, календарь. Камера у всех, я уверен, что включена. Можете оставить, но если все же вы оставите, знайте, что, допустим, если вы будете снимать видео, то GPS будет в включенном состоянии, пока вы не закончите записи видео или не закройте, в принципе, приложение камеры. В App Store, Apple Store, допустим, в каких-то других приложениях я практически выключаю. Facebook пейдж вообще полностью, я не знаю, почему у меня включен был, я вообще, вот, видите, при вас выключил. Но, очень приятно, здесь пройдитесь, посмотрите, что вам нужно, что не нужно. То есть есть приложение, которое постоянно это использует, есть приложение, которое иногда это использует. Дальше, ребята, здесь мы еще не закончили. Заходим в «Системные службы». Нажимаем на них. И вот здесь, смотрите, столько включенных галочек. Здесь мы оставляем то, что, в принципе, нам только нужно будет. А нужно будет нам только лишь функция «Найти iPhone», «Настройка системы». Вот сейчас, смотрите, я выключаю, и, опять же, вы смотрите, что вам нужно, что не нужно. Допустим, если вы пользуетесь Apple Pay, то вам нужно будет оставить галочку «Индификатор продавца Apple Pay». Можете оставить, я отключаю, потому что мне не нужно. Компас, мне тоже не пользуюсь, поэтому отключаю. Кодировку учета движения тоже отключаю. «Найти iPhone», «Оставляю», «На срок системы», «Оставляю», «Передачи данных и беспроводные». Я, в принципе, здесь записал. У меня было раньше все выключено, за исключением некоторых. Просто я для видео их обратно все включил, чтобы вам показать наглядный пример. Давайте-ка сейчас все выключу, и вы поймете, что нужно оставить, что нет. И, ребята, как видите, теперь я в кое-каке момента осцел, в кое-каке момента выключил. Это, кстати, я тоже выключаю. Может, кому-то понадобится, опять же. Поэтому лучше сейчас этот момент за скриншотинг. И потом у себя в нужно настроить, еще все это проставить. Далее, ребят, заходим здесь в «Важные геопозиции». Заходим сюда. Он вас запросит «Touch ID» или «Face ID» в зависимости от вашего модель телефона. И что здесь делаем, ребята? Мы здесь, значит, полностью его отключаем. То есть iPhone начинает регистрировать, где вы находитесь чаще всего. Он уже знает, где ваша работа, где ваш дом. Ну, возможно, кому-то эта функция нужна будет. Если, допустим, вы пользуетесь функциями Siri, типа, напомню, когда я приду домой. Может быть, да, вы пользуетесь. Но я лично тем не пользуюсь, потому что она тупая бездарь, и мне не получается это как-то активировать. Поэтому вообще можно эту функцию отключить, сэкономить какую-то часть батареи. Идемте дальше. Совершенствование продукта, ребята. Здесь мы тоже, в принципе, все выключаем. Я, как здесь, выключу аналитику iPhone, маршрутизатор, трафик, популярный рядом и улучшение карты. Нам это все не нужно, потому что, например, я живу в Баку, и мне, в принципе, нужен навигатор Waze. Я картами Apple не пользуюсь. В России, насколько я знаю, большинство пользуются Яндекс-картами или какими-то еще картами. То есть у каждого здесь свои есть. Apple-карт, как бы в наших странах, не тем боком выходит, поэтому не пользуемся. Давайте-ка вернемся назад. Здесь мы, кстати, в принципе, закончили все. И поэтому мы идем, опять же, на шаг назад. Здесь выбираем функцию движения и фитнес. iPhone начинает считывать ваши шаги. То есть в программе здоровья вы можете зайти и посмотреть, сколько вы шагов, допустим, сегодня сделали. Если вы этим не пользуетесь, можете отключить, потому что, опять же, iPhone начинает сравнивать с данным GPS и тем самым тоже начинает считывать шаги. Я эту функцию оставляю, потому что она мне нужна. Я отслеживаю свои шаги. Но кому не нужно, вы можете отключить тоже немножечко батареечку. Идем на шаг назад. Итак, у нас в следующем, ребята, будет аналитика и улучшение. Заходи сюда. В принципе, мы здесь все галочки должны убрать. То есть, если у iPhone какая-то ошибка происходит, он это отправляет, естественно, в севера. Это тоже грузит телефон. Это все происходит в фоновом режиме. Вы это не чувствуете, но на самом деле это тоже выжирает батарейку. Далее, ребята, тоже очень классная вещь. Это уведомление. Да, это банально. Но, ребята, я вам скажу. Я уверен, что у вас здесь есть приложение, которое, в принципе, не нужны. Но они вам присылают уведомления. Вы это тоже должны отключить. Во-первых, это ускорит ваш телефон. Если у вас старая модель. И это тоже, в соком случае, достаточно хорошая часть батарейки. То есть, допустим, у многих включено фотоуведомление. Для чего? Для кого? Никто не знает. Ни у кого из вас не прилетает ни фотоуведомления. Но они его включены. И тоже кушают батареек. Апстор, например, у меня включен. Но вы тоже можете отключить. Я, например, пользуюсь, потому что мне какие-то витамины надо присылать. Вводит файл, мастер, в принципе, мне не нужен. Я его тоже отключаю. Есть приложения, которые, в принципе, вам нужны будут. Например, смотрите, у меня здесь есть твиттер. Вот. У меня здесь включено уведомление. Но, во-первых, я вот это все выключаю. И оставляю только лишь в заблокированном экране. То есть, когда какие-то интересные твиты вам от каких-то пользователей приходят, вам это будет приходить только в заблокированном экране. Но никаким образом телефон об этом кричать не будет. То есть, я, опять же, звуки, наклейки отключу, чтобы ничего не мозоило глаза. Опять же, выбирайте, что вам нужно. Далее мы идем в универсальный доступ. Да, он у меня здесь на главном экране. Но на более старых прошибках это здесь не находится. Вам придется зайти уже в основные. И здесь уже выбрать универсальный доступ. Заходим в универсальный доступ. Далее, ребята, здесь выбираем раздел дисплей. И здесь, смотрите, во-первых, мы можем включить уменьшение движения. Он автоматически отключает все анимации на вашем айфоне. Это ускоряет ваш телефон на старых моделях и экономит вашу батарейку. Но это, опять же, несущественно, поэтому я функцию эту выключаю, мне она не нужна. Далее, ребята, автояркость. Как ни странно, вот, по идее, должно быть как? Мы зашли в настройки, экраны, яркость. Здесь должна быть функция автояркости. А ее здесь нет. Потому что Apple, не знаю почему, они взяли и запихнули их очень далеко. Для этого, ребята, мы зайдем в настройки. Выберем, опять же, универсальный доступ. Мы помним на старых моделях, где он находится. И выберем здесь раздел дисплей. И вот здесь, ребята, в самом низу будет функция автояркость. Да, они ее вот сюда и спрятали. Чего, блин? Почему я советую вам эту функцию отключить и регулировать яркость самому? Потому что это работает датчик. Это, опять же, расходуется энергия. Поэтому вы отключаете и сами, сколько нужно, столько и регулируете автоярко. Дальше, ребята, чуть-чуть выше здесь есть понижение точки белого. Если вам совсем все плохо, вы включаете эту галочку. Просто на записи это не видно. Но чем больше вы будете увеличивать здесь, тем у вас будет яркость экрана все меньше и меньше. То есть включите эту функцию, плюс еще здесь понести. И вообще на экране ничего не будет видно. Я просто так на ощупь смог сейчас прибавить яркость дисплея. Это когда уже совсем все плохо. Вот там меньше 10%. Вы включаете эту функцию. Многие еще считают, что если мы включим функцию Night Shift, это тоже нам поможет. Нет. Функция Night Shift нам не помогает. Да. Может быть, некоторые из вас и даже не знали об этой функции. Вот. Функция Night Shift. Что она делает? Она желтит дисплей для того, чтобы ночью, когда, в принципе, все везде выключено, яркость дисплей не била по глазам. И был такой более-менее теплый оттенок, чтобы вам было легче читать информацию на дисплей. Многие я включаю в запланированном формате. То есть они ночью переходят в этот режим. Я такое лично видел. Есть люди, которые это включают. Но, знаете, во время включения этой функции расход батареи идет еще больше. Поэтому мы это отключаем. И когда нужно бывает, мы просто понижаем нашу яркость и пользуемся нашим телефоном. Тем самым мы еще и здесь немножко выиграем в батарейке. Так что не включите эту функцию и продлите жизнь своей батарейки. Хоть чуть-чуть. Далее, ребята, тоже очень важный момент. Называется обновление контента. Значит, заходим в основные обновления контента. Смотрите, ребята, у меня здесь все выключено. Но сейчас я включу, чтобы вы поняли, что это такое. Это функция, когда, допустим, телефон в заблокированном состоянии начинает проверять вашу ленту, допустим, Twitter, Instagram, и когда вы уже открываете приложение, там уже все обновлено. То есть вся лента уже обновлена. Это действительно классная функция. Но, опять же, бьет по батарейке. То есть телефон в заблокированном состоянии начинает обновлять ваши ленты в Instagram, Twitter и тому подобное. Поэтому я вам советую полностью выключать. Также здесь есть функция Hand-Off, которую я только сейчас вспомнил. Хотя почему-то я забыл добавить список. Мы ее тоже выключаем. Для чего эта функция нужна? Если у вас, допустим, несколько устройств от Apple, то есть, допустим, не пускай будет хоть два айфона, хоть там айпады, макбуки, если у вас включена эта функция, и вы находитесь под одной вайфай-сетью, допустим, вам пришел звонок на айфон, ну айфон его далеко, но у вас, допустим, есть планшет, за которым вы сейчас сидите, вам звонок поступит на айпад, и вы через него сможете ответить. Это удобно. Если у вас есть макбук, тот же принцип. То же самое, если в айпаде, допустим, браузере те что-то в интернете, в каком-то сайте решили позвонить, не нужно идти за айфоном, нажимаете, и звонок уже идет непосредственно через айфон, ну и вы разговариваете через айпад. Также можете выключить функцию After Air Play, айфон сам по себе начинает искать Apple TV и тому подобное, это тоже расходит батарейку. Далее, ребята, тоже очень немаловажный момент, это отключение параллакс-эффектов на ваших обоях. То есть, смотрите, когда я возвращаюсь на рабочий стол, мотаю телефон, у меня обои, как видите, тоже перемещаются. То есть, он включает акселерометр и начинает понимать перемещение телефона в пространстве, и тоже выжирает батарейку. Так что это, в принципе, можете функции отключить. На самом деле, она бесит меня, я его вообще всегда в выключенном состоянии держу, но для ролика его сейчас оставил включенным. Чтобы ее отключить, мы заходим в настройки, чуть ниже заходим в обои, выбираем здесь нашу обоину, и, как видите, здесь написано снизу перспектива включена. Мы нажимаем на нее, выключаем ее, или даже если мы сделаем Zoom Out, типа отдаление, он от классики тоже ее выключит. Все, мы сохраняем. Также мы выбираем еще и для меню то же самое Zoom Out, установить, и опять же, эта функция отключается. Если вы, допустим, выбираете какие-то новые обои, вот, допустим, заходим сюда, выбираем, и тут же сразу же мы нажимаем кнопку снизу, самую нижнюю перспективу выключена. Далее, ребята, тоже очень важный момент. Правда, он больше подходит для модели телефонов iPhone X и выше, потому что там есть LED-дисплей, и это помогает экономить зарядку на вашем телефоне. Чтобы ее включить, во-первых, мы можем ее включить вот здесь, заходя в яркость и зажимая на нее, у вас есть пункты темная тема включить или отключить. У многих она здесь есть, но у меня еще она выведена здесь отдельно. Для тех, кто, допустим, хочет это тоже сделать, нужно будет зайти в настройки, пункт управления, настроить элементы управления, и здесь вот у меня есть он добавлен, мы его обратно выключим и добавить вот здесь вот темную тему. Нажимаем на плюсик и все, он здесь, перемещаем, куда нам удобно, то есть после какого приложения он будет, и он опять же сюда вот возвращается. И, кстати, обратим внимание, почему-то, когда включена темная тема, по-моему, дисплей легче обработать эту информацию, и телефон чуть-чуть быстрее работает, поэтому даже я стараюсь поставить более-менее темные обои. Хотя вот сейчас у меня нифига не темные обои. Далее, ребят, тоже очень немаловажный момент. Мы этими функциями не пользуемся, но почему-то они у нас включены. Кстати, это относится ко всем моделям iPhone. Заходим в настройки, пароли и учетные записи, загрузка данных, вот в самом последнем выбираем, убираем здесь галочку, и ставим галочку вручную. Почему эту функцию я предлагаю выключить? Потому что большинство из вас не пользуются родной почтой, которая есть на iPhone. То есть у всех у вас есть Gmail, Яндекс.Почта и тому подобное. Да, ребят, тоже очень немаловажный момент. Обновление приложений в App Store. Заходим в настройки, далее мы заходим в iTunes и App Store, и здесь отключаем галочку обновления ПО. То есть, ребята, что это такое? Фоновый ряд, когда iPhone подключен к Wi-Fi, он обновляет какие-то приложения, которые доступны в App Store. То есть, допустим, приложение Facebook, которое в тех уже забрало просто своими обновлениями, которые еще и весят, как я не знаю, как автомобиль. То есть, они начинают загружать обновления. Если, допустим, у вас одно-два приложения, что очень маловероятно, это не проблема. Но если, допустим, у вас 40-50, допустим, приложений, и это вечно будет iPhone обновлять, потому что обновления не заканчиваются, iPhone будет работать, опять же, под какой-либо нагрузкой и тоже будет кушать определенный процент батарейки. Поэтому следует ее тоже отключить. Далее тоже очень важный такой раздел. экранное время. Чтобы туда зайти, нам нужно было зайти в настройки, экранное время и вообще ее отключить. Если у вас есть пароль, то он у вас попросит еще и пароль. Но у меня нет пароля, поэтому пароль не попросит. Что это за функция? Здесь, ребят, показывается, в принципе, как вы пользуетесь телефоном, то есть в каких приложениях вы больше всего проводите время. Но не подозревая того, что на самом деле эта функция всегда включена, и поэтому она просто выжирает достаточно большое количество батарейки. Поэтому я советую выключить. У многих она, возможно, по умолчанию будет включена. Эта функция доступна на версиях iOS 12 и выше. В последнем у нас будет раздел виджетов. Ребят, смотрите, у меня здесь, в принципе, все укомплектовано, как мне удобно. Но у многих, допустим, здесь ничего не настаивало. Дофига разных виджетов. Во-первых, это нагружает операционную систему. Во-вторых, это жрет достаточно много ресурсов. Если у вас здесь еще и включена погода, что в принципе, тоже не советую делать, то он еще и жрет и ресурс геолокации, что тоже очень много у вас уносит батарейки. Поэтому все, что вам не нужно, вы здесь выключаете и тоже сэкономите какую-то часть батареи. Я надеюсь, ролик вам понравился. Теперь я скажу о лайфхаке. Когда, допустим, вы приходите домой, естественно, вы подключаетесь к Wi-Fi, но многие из вас просто выключают сотку данных, а некоторые даже этого и не делают и включают Wi-Fi. Но, ребят, не забываем тоже, что когда вы выключаете просто сотку данных, iPhone все еще находится в том диапазоне, который он был. То есть или LTE, либо 3G, он не падает на более низкую частоту. Вы просто выключаете доступ в интернет через сотовые данные, но частота не меняется. И поэтому, если он у вас остался на LTE, он остается у вас на LTE, что, естественно, и выжирает просто большое количество энергии на вашем телефоне. Поэтому перед тем, как выключить сотовые данные, также еще не забудьте выключить тумблер, допустим, с LTE на 3G или с 3G на Edge. И тогда вы заметите реально колоссальную разницу. И еще один момент, чисто для информации. Если ваш iPhone там, где вы находитесь, ловит неполную сеть, он будет разряжаться намного быстрее. Потому что, когда iPhone не видит сеть на все 100%, он начинает работать в нагрузке и начинает искать более лучшую вышку. И тем самым расходится огромное просто количество энергии в вашем телефоне. Поэтому, если, допустим, у вас сразу написано нет сети или вам сейчас не нужна мобильная сеть, то просто включайте авиорежим и вырубайте Wi-Fi и пользуйтесь уже Wi-Fi, потому что iPhone так реально находится в нагрузке. На этом все. Надеюсь, вы не забыли поставить лайки. Или ты забыл. Или ты не знал. А также чекните канал, посмотрите другие ролики. Если они вам понравятся, то огромная просьба еще и подписаться. Увидимся. Удачи вам. Пока.